Знаете, мне кажется, что доказать, что выборы были сфальсифицированы, можно для всех, кто не является слепо глупо немым и кто понимает соотношение двух цифр. Мы сейчас ведем подсчет окончательный, но я вам просто приведу конкретные доказательства разницы между числом голосов, которые зафиксированы в протоколах данных наблюдателей от политической партии «Справедливая Россия», точно такие же протоколы, наверное, есть у наших коллег, абсолютно такие же, с печатями и подписями, и данные, которые окончательно были введены в систему газ-выборы. Значит, скажу несколько просто совершенно выпиющих, ну они все выпиющие, вот, но доказанные выпиющие случаи. ТИК номер 4, избирательная территория номер 21, Красногвардейский район. Наш кандидат по этой территории Тихонова Надежда Геннадьевна. По данным протоколам СУИКов за «Справедливую Россию» подано 10 186 голосов. Введено в систему газ-выборы 5030. Причем, знаете, значит, это вот по одному участку. Идем дальше, то есть по одной территории. Всем известна Людмила Васильевна Кулешова, судья уставного суда и прокурор в прошлом. То есть человек грамотный и четкий. Вот ее территория по количеству голосов, по протоколам, полученным СУИКом, СУИКов, участковых избирательных комиссий. Доказанные, подписанные, с печатью. И точно такие же есть у наших коллег наверняка. 1154. По расхождениям не все еще внесены, но расхождения по тем участкам, где есть газ-выборы и есть наши, 1922. Две тысячи голосов. То есть в одном случае 50% украдено. В других случаях украдено порядка 20%. То есть это доказанные случаи. Причем, хотите, я вам покажу, как они меняют. То есть не заморачиваются сложными там всякими вещами. В нашем протоколе 439, там 329. В нашем протоколе 395 голосов. Значит, там на 100 меньше. То есть на 200. Все круглые цифры. Не в нашем протоколе, а в их же собственном протоколе. А в другом их же собственном. Да, их же собственном. То есть цифры круглые. Вот что меня вообще удивляет, как экономиста, математика, что даже не, преимущественно, даже не, значит, не утруждали себя какой-то длительной пактосоркой. То есть отнимали целое количество цифр. Если мы сопоставим с Единой Россией, столько, сколько отнято у Справедливой России, столько передано Единой Россией. Отнимали не только у нас. Отнимали и у КПРФ, отнимали у Яблоко. Но если у нас отнимали сотни голосов, то там, ну, то есть десятки, да, иногда единицы. И сотни тоже. Ну, и сотни тоже. Ну, по разным участкам, ну, пять тысяч. Пять тысяч. Не у КПРФ, не отнимали. По одной территории. Да, это не одна территория. Я могу привести пример. В Красногвардейском районе следующая территория, где у нас Николай Львович Паялин, там тоже отнято около пяти тысяч голосов. Но самое потрясающее, мы сейчас еще считаем, это округ, где проходил господин Милонов, и у нас Сергей Сергеевич Шостаков. Сейчас мы окончательно ведем расчет, у него отняли 70% голосов. 70% полученных голосов. То есть это все по доказанным протоколам. Поэтому, на наш взгляд, самое простое, что нужно сделать и что требуется сделать, там, где есть абсолютно документальные доказательства. Разница, зачем все избирательное законодательство и весь контроль за выборами построен на вот этих протоколах, которые получает наблюдатель. Подписанные членами комиссии с решающим голосом. Для этого идут наблюдатели, чтобы наблюдать за выборами и получить этот протокол. То есть это доказательство того, что они вот этот протокол подписали. А дальше расхождение между данными в системе ГАЗ-выборами и этим протоколом. Вы знаете, я депутат, это мой шестой созыв. Я избиралась пять раз. Избиралась по одномандатному округу. Избиралась все время от оппозиции. То есть я никогда не была в партии власти. Против меня применялись разные приемы. Меня пытались снять с выборами. Против меня всегда был административный ресурс. Мои соперники применяли карусели, пытались делать сбросы. Но по протоколам, которые были с участковых избирательных комиссий системы ГАЗ-выбора, все сходилось до копейки. То есть это я наблюдаю первый раз в жизни. Если у нас можно подменять протоколы, то вообще зачем выборы? Тогда можно сесть и нарисовать, как кто считает нужного и все. Вообще выборы не объявлять, просто назначать. Более того, вот это доказывается легко. То, что доказывается сложно, у нас тоже есть доказательства. Что можно купить нужный протокол у председателя участковой комиссии. Можно купить у председателя территориальной избирательной комиссии нужное внесение. Есть уже ставки. Можно купить и заплатить членам комиссии с решающим голосом за то, что они подпишут пустой протокол. А потом в него внести можно все, что угодно. То есть коррупция, она достигла вот этих значений. Поэтому мы такие результаты не признаем. И требуем, как люди очень компромиссные и люди доброй воли, мы требуем пересчета по протоколам, которые есть с избирательных участков у наблюдателей. Если бы мы людьми были не компромиссными, мы бы требовали отмену выборов. Потому что, конечно, эти выборы, так как они были проведены, они требуют отмены, потому что нарушение не только при подсчете. Но как высший компромисс, это перерасчет по протоколам, которые есть у наблюдателей и которые есть у каждой партии, которые присылали у наблюдателей. Поэтому такие результаты выборов мы не признаем. Мы требуем пересчета. И еще хочу сказать сразу, и Алексей Анатольевич, мой соратник, согласится. Мы не меняем доверие и голоса избирателей ни на какие посты. Мы заранее отказываемся от любых постов в законодательном собрании, потому что усмирить нас, умиротворить нас, купить нас постами в обмен на голоса наших избирателей невозможно. Мы требуем пересчета. Люди пришли, люди откликнулись на нас приждыв. Явка была сверхвысокая, и чтобы мы теперь их голосами торговали, этого не будет. Спасибо. Святослав Михайлович, вам...